правильный ответ а всего шоковокзала в москве а всего 9 ленинградский вокзал минус он не он не является вокзалом московской дороги остается 8 но молодец правильно ответил хочешь еще более сложный вопрос что такое в москве алексеевский пост и где он находится чем нет это железо до связано железной дорогой подсказывает но смотри вот эти объясню вот ты знаешь что через москву проходят транзитные поезда допустим из питера там в нижней из питера в белгород на юг из питера там конь на восток вот как они идут по москве ты представляешь вот они заходят там в москву они заходят из химок заходят в москву до линии раз колокзала они они не доезжают как ты знаешь как они по москве идут примерно можешь представить ну понятно что через специальный броня с после останки нас так и вот зеленградского вокзала есть такая платформа останкина после останкина они сворачивают с октябрьской железной дороги и попадают на московскую в районе между станциями ржевская и каланчевская вот момент по крайне пограничная станция между октябрьской и московской железнодороги называется именно алексеевский пост находится примерно под рижским мостом то есть они проходят они проходят этот алексеевский пост выезжают между ржевской и каланчевская вот на линию который сейчас называется 2 диаметр и идут и идут на курский вокзал а некоторые идут на казанское направление там сложнее они и они еще сворачиваются в районе значит не доезжая не доезжая каланчевки сворачивает и идут в сторону электрозаводского моста и мимо станции николаевка это крупнейшая экипировочная станция и там в районе электрозаводской уже входят в магистраль которая идет на люберцы ну вот если тебе интересно у меня цикл роликов есть нюансы географии москвы и московской области а какой самый бы а по а по в области разбираешься московской как какой по твоему мнению самый большой город московской области ну молодец молодец близко подольск был самым большим городом в течение 50 лет даже больше и утратил свое первенство лет восемь назад сейчас вот второй город а первый город стал город балашиха он сейчас насчитывает более чем полумиллионное население но это не потому что там вот так вот строительство такое там как везде не больше не меньше потому что правительство московской области позволяет ему поглощать соседние населенные пункты в частности он полностью поглотил город жизнь дорожный раньше он был такой город железнодорожный слышно вот сейчас его балашка полностью поглотила это же это же балашка считается вот за счет этого балашка так и выросла а в то же время в московской области есть город который вот лет десять назад занимал второе место после подольска а сейчас откатился на восьмое за счет того что постоянно теряет территории какой-то город одинцово не меняется город люберцы то есть вот если хронологию брать начиная с семидесятых он теряет территории в семидесятых он потерял некрасовку восьмидесятых потерял жулебины и косино в нулевых белую дачу и вот в десяток уже потерял котельники люберцы потеряли котельники сейчас котельник отдельный город то есть за счет этого люберцы уменьшается по населению и сейчас откатились со второго места на восьмое где там девятое вот такие нюансы так что заходи на канал у меня там еще друг другие темы есть но для москвича под москвича вот эти темы тоже интересны у тебя еще вопросы есть какие ко мне ну ладно раз рад рад встрече все буду ждать на канале всех благ торонто it should be i have a russian-speaking channel should be convenient for my subscribers if you should have russian-speaking conversation do you agree я говорю что у меня русскоязычный канал можете говорить по-русски если вам более удобно вы в каком районе москвы живете с ним себе проспект гранатского она знаете то то есть ну чё ж не знаю я даже думаю что я москву намного лучше вас знаю один ходите тест по москве тест на знание москвы хотите наверное ну я за но давайте пока вот не сложный вопрос сколько в москве вокзалов московской железной дороги по-моему делись правильный ответ 8 в москве всего 9 вокзалов один из них не является вокзалом московской железной дороги на ленинградский московской дороги 8 правильный ответ а как вы думаете ну ладно второй вопрос более сложный задавать или просто я вам расскажу кое-что интересное бумаг по москве кстати говоря какой мне интересно что такое алексеевский пост в москве где он находится алексеевский пост пост алексеевский пост может быть это на знаете ли может быть это на где-то такое в районе или дальше на на проспекте мира но ближе под рижским мостом он находится а подрешивая резький монтаж а что он из себя какую функцию он выполняет вот извините вам интересно я вам расскажу ну давайте ну вот вы знаете что в транзитные поезда которые идут с питера допустим там на юг в белгород там раньше в крым ходили и или вот туда на воронеж а также на нижний новгород они же не заезжают на ленинградский вокзал как они идут по москве может представляете нет ну они через калачевку ну да ну правильно да вот они заходят в москву химки следующая ховрина заходит в москву через маккад до ленинградского не доезжает где они сворачивают и куда ну скорее всего планут можно так сказать условно у платформы до между платформами риска и останки на они сворачивают и по и вливаю и вливаются в современный второй диаметр между платформой ржевская каланчевская это правильно сказали и вот пограничная станция между октябрьской и московской железнодороги называется алексеевский пост а вы знаете вы сейчас расширяю часть железной дороги от каланчевки до курсового зала совершенно сейчас реконструирует это расширяет значит строить дополнительные пути там два пути будет 4 вот это расширяет там по моему там по моему невозможно расширить там басманная улица идет какая-то там листар или новая прямо почти впритык и с другой стороны там здание почти но есть только один путь или двояруса сделать вот так можно реально расширять просто один путь наверно там мог могут дополнительно ну да потому что это же сейчас второй диаметр считается второй центральный диаметр по нём ходят поезда которые аффилированные метро а кстати как и ванны вы ездили по мцк не понятно у меня каждый когда я приезжаю москву каждый год у меня мацион один кружок сделать год по часовой другой год против часовой а вот каковы у вас впечатления об мцк очень нравится особенно красивые места где значит вот как называется не забыл там где высох на эти здания москва сити москва сити и дальше туда к университет это хорошая экскурсия по москве а как вы думаете а как вы думаете в каком году мосгордума приняло решение об организации пассажирского движения по как она называлась малая окружная московская железная дорога которая сейчас является мцк каком году примерно можете предположить можете 10 назад нет в 1911 году еще при николае втором приняли решение она большевики на это дело забили не стали это дело продвигать а лужков начал снова продвигать ну пока 1 привезут при лужкове вы наверное знаете все было это на уровне проектов а при собянине это реализовалось то есть в принципе там все хорошо и составы хорошие эти ласточки и платформа сделаны хорошо единственное что плохо это график график движения как будто его и взяли с 1911 года там разработали графисты то есть оборот занимает один час сорок час двадцать восемь хотя вполне могли бы сделать пятьдесят восемь минут элементарно то есть скорости позволяет сделать пятьдесят восемь минут однако настолько медленный график поезда этого выстаивает каждые три станции выставить по две минуты чтобы уложиться в график когда он раньше времени придет это вот минус думаю со временем может его и поправят тут несложно поэтому поводу думаете а вы как опаснее были в москве ну я каждый год бываю вот и не было законами в девятнадцатом году а вы видели как хорошо этот самый нужны и переделали это давно по моему переделали вот папы по крайней мере сам стадион в сидении вот эти новые лет десять назад поставили грамотный комплекс вы знаете там был бассейн очень давно а сейчас этот бассейн разобрали без его поставили грамотный водный как называется курорт прямо замечать просто такой мне нет вот меня больше заинтересовала это большая спортивная арена и и переделали в смысле облицовку внешне изменили там или что рашни добавили там офисов или что там не и он просто-напросто полностью разобрали и построили заново ну вот я бы этого не стал делать все-таки лужники это знаковое такое было строительство в 50-е годы ли там когда он открывался это как память не как память его на вас то я ставил короче говоря внешне он как бы и не изменился потому что они там сделали куски вот то что украшала наружность они оставили из как будто бы тоже самое следило но так здорово сделано теперь там есть экскурсия на проблему наверх представляете хорошо надо будет посмотреть потом там сделано подвесная дорога с этой стороны на воробьевы горы с другую сторону прямо на улице посыгина поднимается да понятно кстати говоря вы я вижу если хорошо ладно приятно было побеседовать всех благ да если есть на этом перекрестке куда будет есть не секрет это не секрет никакой я из москвы меня олег зовут на какие темы беседу эти может вопрос у вас интересный а вот и сами откуда ли я-то самый сторон то есть у вас интересный вопрос из торонто да есть конечно ждите конечно знавайте вы тянете как ваша здоровье олег да это не интересный вопрос ладно давайте я вам интересный вопрос задам я вас включая беседы на предмет знания москвы сколько в москве вокзалов московской железной дороги а такой хитренький вопрос чего вы в каком районе в москве живете через или но от вопрос вам задаю сколько в москве вокзалов московской железной дороги да московский да нет вокзал но вокзалов сколько так московский дождите вопрос московская железнодорога но такой дороги вообще нет а московская железнодорога и только московская окружная ну я думаю там три например например а всего нет вокзалов ни одного а всего в москве сколько вокзала до 6 это 9 9 нормальный москвич знает что москве 9 а вокзалов московской железнодороге ну что вам перечислять перечисляю допустим с трех вокзалов 9 могу перечислить если не знаете давайте три вокзала уже уже внутри вокзала ленинградский ярославский казанский дальше идем по кругу по часовой курский 4 повелецкий 5 киевский 6 белорусский 7 савеловский 8 рижский 9 один вокзал 20 перечисленных не является рожала московской железнодороги а остальные являются какой какой не вот ленинград ленинградский единственный вокзал из 9 который не является вокзалом московской железнодороги где находится управление московской железнодороги москве остальные являются а какой же дорога не должны являются не находит где находится в ассуал потому что на октябрьской дороге так исторически сложил где находится в москве управление московской железнодороги но и потому что он монет такой появились к железной дороге есть вокзал московской железнодороги железнодорога это структурное подразделение следующее от бывшего импоэль потом ржд ну ладно вы я вижу не в теме у вас есть какие-нибудь вопросы интересные ну хорошо нет нет стойте стойте можно давайте сколько скольки городах москва осуществляет железнодорожное сообщение ну вот московская железнодорога в скольких городах осуществляет железнодорожное сообщение по русски правильно сказать со сколькими городами москва имеет прямое железнодорожное сообщение 143 города не не бред и вы слышите мой вопрос обеспечить обеспечивает обеспечивается с небольшим количеством я думаю сейчас так можно посчитать но это не займет примерно с городами я и новые с городами 10 не более нет ну не 10 на 15 нет хорошо задам вопрос более четко московская железная дорога со сколькими городами обеспечивает сообщение я вам отвечаю примерно с 15 может с 12 нет а со скольки нет а сколько а сколько по вашему правильный ответ я вам вы слышите да я ответил нет вы слышите мой вопрос слышу вы знаете что московская железная дорога я вам ответил примерно с 12 и вы знаете неправильно назовите свой вариант ответа вы послушайте внимательно московская железная дорога вот есть такое подразделение да лучше же задали я понял ваш вопрос я ответил с 12 и может 14 нет нет давайте ваш вариант ответа давайте ваш вариант ответа да не со сколькими не со сколькими почему так вообще не сколькими но потому что я не решил я это знаю откуда все поезда в москву они от любого от любой точки до москвы они идут в обратную сторону то есть они обратно послать не в какую сторону поезда не отправляют но у вас абсолютно неверная информация я вам говорю реальность вот реальность ну вы знаете слушатели нет я вам отвечаю я вам отвечаю значит вы пытаетесь кого-то вы уж не знаете вы слушаете иногда если вы формулируете что как москва это значит поезд формируется на территории москвы на территории москвы есть несколько нет но слушайте дальше выше ответ неверный вагонный участок восточного направления значит обеспечивает сообщение поезд номер 12 москва владивосток 393 по вам москва лена а также еще куда он еще ездит а вот воркута была воркуту отдали архангельска отдали и что-то них еще осталось потом вагонный участок среди азиатского направления обеспечивает раньше 27 27 воркута это воркутинский поезд 22 дача он воркутинский а был московский еще в нулевых годах но москва по-прежнему это было 50 лет назад 10 лет назад никаких час поездов не формирует ни одного поезда я вам отвечаю москва владивосток формирует москва лена это только с восточного направлении западного направления ни берлин москва но него и восток не пекин глупости говорите воркута действительно правильно отдали воркуте лет десять назад посмотрите посмотрите в интернете я понял вашу мысль хорошо посмотрел я вас понял я таки почти правильно ответил я сказал 14 а тут 23 числа на девятый год сейчас меньше масса массу частная есть их нет скорее всего может город не по море это летний так вы климат ну конечно это слезы по самим с тем насколько москва формировала 80-е годы несколько поездов караганда павлодар формировал поформировала москва лениногорск еще воркута архангельск отдали им ну и так далее так что оппонент учителем отчасти а соседка он был совсем не разговорник да дураковаляне разговаривали разговаривали почему же тогда в утилитарном государстве правильно утилитарное великобритания утилитарное государство германия утилитарное государство у них есть один их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русский это какой чей отвечает в основе соединенных штатов федерации 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 а Усилёная, силённая, врача В сучье семя повыведем За родную Россию, как в усеих рассеют Тяжела будет и сумовеет Аркафольский был Грузей Украинский, мы будем начнём Не надо испытывать наше терпение На любой выбор У нас есть консольный ответ Вплоть до самых крайних мер И я хочу напомнить горячим головом По горанжевым издамётам От Хайкова до Киева 480 километров А до границы с Россией 40 Давай, страна огромная Давай на кмертный бой Наши искресилы днёмною Зарашивай чумой Но ты мне улица родная И в непогоду дорога Субтитры делал DimaTorzok